Интернет, связь и возможность спасти скот. Вот чего на самом деле не хватает в приграничных селах, чтобы люди из них не уезжали. Так считают жители Березовки, что на севере страны. Село очень удобно расположено. Всего в 10 километрах от Петропавловска. Края живописные, вода есть, но жизни все равно нет, говорят сельчане. В причинах разбиралась моя коллега Анастасия Дроняк. Нет дорог. Эта дорога желает быть лучше. Нет связи, нет интернета. 21 век. Жители этого села могут еще долго перечислять, чего у них нет для благополучной жизни. Из плюсов начальная школа на 45 детей и продуктовый магазин. А еще подвели питьевую воду, пусть и по 200 тенге за кубометр. Но дальше одни минусы, при том, что Березовка находится всего в 10 километрах от областного центра. Рукой подать и до соседней России. Жалко видеть, как люди уезжают из родных мест, говорит Карлыгаша Убакирова. Да, конечно, уезжают. Кто будет возвращаться сюда, если никакой перспективы нет здесь дальше? Люди держали скот в селе. Так как пастбищных угодий нет. Если бы, конечно, взяться за это село, оно цвело бы. Это село у нас все есть, школа есть, магазины есть. Все есть. И город рядом. В селе около 500 жителей. Многие работают в Петропавловске. Те, у кого дети-дошкольники, сидят дома. Ни мини-центра, ни детского сада тоже нет. Но самое главное – боль березовцев, плохая связь и отсутствие пастбищ. Негде сено косить, заготовлять. Ведь на село никакого внимания нет. Избавляются все люди от кров. А потому что, ну, пастбища нету, пасти вообще негде. Даже сено коснуть даже негде. Все, все позабирали. Подобных приграничных сел в стране 1283. В них проживает 1,7 миллиона человек. Но каждый день эта цифра уменьшается. Чтобы вдохнуть жизнь в деревне, в правительстве предлагают реализовать 290 проектов. Пока для 140 населенных пунктов. Обещают подвести интернет, обеспечить эфирное теле и радиовещание. Даже предлагают ввести надбавки к зарплате и другие льготы для жителей приграничных сельских округов. Одним из инструментов повышения доходов всего сельского населения, включая приграничные регионы, станет реализация проекта АОЛА МАНАТЭ. Будут реализованы меры по проведению скрининга с определением специализации каждого сельского округа. Микрокредитованию ЛПХ. Формированию сервисно-сбытовых кооперативов. Обеспечению влизинг техникой и оборудованием. Как оно будет на самом деле, остается догадываться. Березовцы же надеются, что до этого времени их земляки не разъедутся по большим городам.